Зелёный пояс Зелёный пояс Что через 10 лет Будет уже такой лес На самом деле Без преувеличения можно сказать Что проект нашего президента Он действительно амбициозный Вот в степной зоне Со сложными Почвенно-климатическими условиями Вырастить лес Когда сама матушка природа Этого не сделала И здесь надо признать И сказать, что он действительно амбициозный На самом деле Первые годы, когда мы начинали работать Было очень много вопросов На которые мы не могли Найти ответы Это агротехника Как распахивать Значит Какими Значит Каким посаживающим материалом Работают Скольки лет Это сеянцы Или саженцы Значит Какие Применять Значит Теховы Как вести полив Что делать В этой зоне Значит С общим дефицитом влаги То есть Как решать вопросы Влагобеспечения В зоне Общего дефицита То есть Грубо говоря На пробах и ошибках И на самом деле Первые годы У нас Мы Приживаемостью Не могли похвалиться Но сегодня По сечению Уже 19 лет Мы можем сказать 18 лет Что сегодня Мы четко представляем И знаем Как создавать Искусственность Вокруг Астаны С учетом Тех сложностей Почвы И климата Которые Сегодня Выживаемость Какая у нас Приживаемость Сегодня Составляет Более 70% Это хороший показатель Конечно Это очень Хороший показатель Из чего состоит Скажите пожалуйста Лес Из пород Каких На сегодняшний день Мы апеллируем Или используем Более 50 видов Пород Основные породы Конечно Мы не отходим От традиционных пород Почему Потому что Все таки Наши аборигены Или как мы их называем Районированные породы Аборигены Они Имеют приоритет Почему Потому что Произрастая в этой зоне Сотни А то и тысячи лет В них На генетическом уровне Значит Сформировались Такие качества Как устойчивость К заселению Устойчивость К Значит Холодному климату И так далее Мы обычно говорим Это морозустойчивый Или заустойчивый То есть на самом деле А по определению Скажите Хвойный лес Это разве не морозустойчивый лес Понятное дело Что Хвойный лес Может расти И в этой зоне И в Крыму И скажем В теплых краях Как скажем В Восточной Азии И Разброс Температурного режима Разный Сегодня Например Если наши Хвойные деревья Растут При большой Амплитуде Температурного режима Скажем Зимний 45 И летний 40 Это почти 85 градусов Да То С других Стран Как скажем С Крыма Или скажем С европейской части Нашей страны С Европы Она может и не прижиться Ирлан Уродич Вот Вы говорили о том Что Здесь В принципе Мадусская природа Сама так распорядилась Да Но если взять Ландшафт Он у нас Не один и тот же Скажем 300 километров От Алматы Отъезжаешь От Астаны Отъезжаешь И в Боровской лес Вот вроде бы казалось 300 километров Ведь На самом деле Климат один Как и там Жарко Так и здесь Я скажу так Температурный режим Может быть один Но очень разный Почтный условие А это Один из основных Показателей Для произрастания Деревьев Скажите Пожалуйста Вот где И как вообще Вырастаются Вот эти Вы говорили Про сеинцы Про саженцы Где берется Для нас Для обывателей На самом деле Это Очень достаточно Интересный вопрос Почему Потому что Мы то думаем Поехали в Боровое Взяли оттуда саженцы И насажали На самом деле Для создания Искусственных лесов Необходимо Начинать со сбора семен Вообще Понятие Скажем Сбор семен Или скажем Лисосеменной участок Который у нас имеется Мы ее создали Специально Для Значит Создания Зеленого пояса Это очень важно Почему? Потому что Потому что С начала 2000-х годов Начали понимать Что Мы должны Выращивать Значит Кондиционный Материал Качественный Материал С более устойчивыми Генетическими Свойствами Для Значит Произрастания В этой В этой части Нашей страны И понятное дело Мы сегодня Создали На 155 гектарах Сосеменной участок Где Более 60 Видов Наименований Или пород Сегодня Там Очень-то Произрастает И мы уже Собираем С 13 пород Семена То есть Это путем Селекции То есть Научная работа Здесь ведется Конечно Кроме того У нас имеется Республиканский Селекционный центр Где Мы Впервые В СНГ Создали Лабораторию Миклоклонального Размножения Именно Древесных пород Где Также Мы Сегодня Занимаемся Значит Выращиванием Наших Даже аборигенов Пород С устойчивыми Или улучшенными Генетическим Качествами Которые Позволяют Сделать Искусственные леса Долговечными И сегодня Когда говорим Что лес Шумит Надо Просто Задуматься Откуда он Будет ли Долговечным Значит Гарантия Того Что эти леса Будут долговечными Кроются Именно в качестве Семян Более Лучших условиях Скажем Если посмотрим В Алма-Ате Они бы давно Достигли Скажем Высоты Метров 15-18 Толщиной Скажем Два раза больше Чем у нас Здесь Конечно Размеры деревьев Связаны Именно От Вот этих Факторов Ветровой режим Дерево Живое существует Она не хочет расти Потому что Ветер сильный Корневая система Тоже очень слабо Развивается Ввиду Значит Агрессивной почвы Это тоже влияет Значит Рост корневой системы Или мощность Корневой системы Она напрямую Связана Или подпочвенная часть Она дает Сильную зависимость Роста Надпочвенной части Сегодня мы много Говорили Как раз таки О Боровском лесе Скажите пожалуйста Сколько там Деревьям В среднем Сколько лет И Возможно ли Такое Чтобы этот лес Скажем Лет через 50 Может быть Лет через 70 Он уже Как бы Рос сам Своим естественным путем Если Сказать Самый молодой И Скажем Молодые Засаждения И самые Скажем Великовозрастные То конечно Это пределах 100-120 лет Любое Хвойное деревье Это вот скажем Зрелый возраст Это 100-120 У нас есть Такое понятие Значит Лес Когда За 100 Переваливает Возраст То она Мы его Относим К категории Перестойного Или Переспелого То есть С этого момента Уже начинаются Проблемы Там Сердцевинный гниль Обычно поражает И эти деревья Конечно растут И дольше Но во всяком случае Да 100-120 А то и больше Ну 150 лет Скажем Так где-то В среднем Для нашего региона С учетом Наших климатических Условий Это как бы Вот Самое Разрастается ли Этот лес Своим естественным путем Вот И Возможно ли Это вот здесь Скажем так В условиях Вот Принеряющей территории К Астане Конечно Надо все-таки Докультивировать Участие Человеческой деятельности В тех посадках Где мы сегодня Уже создали Мы уже Видим все признаки Естественного леса Это мощное Возобновление Семенным способом Мы видим И корни Отпрысками То есть Есть определенные породы Которые сегодня Ведут себя Очень комфортно И те посадки Которые созданы Они Сегодня Практически взяты На управление Матушкой природой И Мы видим И процессы Которые происходят Обычно Естественные леса Это что Значит Сегодня Уже сформировается Очень мощная Подстилка Да Почтенные характеристики Меняются Мы видим Хороший первый ярус То есть Уже В этих лесах Мы видим Присутствие пород Которую мы не Сажали То есть То есть Уже свое естественное развитие Природное идет Конечно То есть Все процессы Сегодня Говорят о том Что эти леса Уже Долговечные И сегодня Они взяты На управление Матушка природы И это все К чему спрашивал Ерлан Уруевич Дело в том Что сегодня Глава государства Сказал о том Что возможно И применять Такой же опыт Практику И вокруг Других городов Насколько это возможно Скажите пожалуйста Вот сегодня Как вы уже сказали Глава государства Говорил о том Что Практически Во всех Вокруг всех Населенных пунктов Это города Большие Малые И другие населенные пункты Надо создавать И они Уже создают Практически Все Области Приняли Планы мероприятия По созданию Зеленых поясов И это отрадно Учитывая Что мы Сегодня имеем Всего 4,6% Всего Значит Лесистости Нашей страны Создание Искусственных лесов Вокруг Городов Она во первых Увеличивает лесистость Во вторых Она благоприятно Приляет И создает Более комфортное Слово проживания Для людей Учитывая Сегодняшнюю Значит Экологию Загазованность И так далее И так далее Поэтому Идея Нашего Президента О том Что надо создавать Зеленый пояс И сегодня Есть пример Подражания Это зеленый пояс Города Астаны И я думаю Кто однажды Побывал Вот В части Где были посажены Первые годы 1997-2005 Они восхищаются Потому что Это лес Где Сегодня полно Живности Там У нас И Сегодня Косули Там Корсаки Зайцы Лисицы Фазаны И очень много Других Значит Представителей Животного мира Которые То есть Естественным образом Да Они уже И приходят А лес Чтобы Мы говорим О биогеоцинозе Когда Она должна быть полноценна Там у нас Должен присутствовать И животный мир И Энтомофаги То есть Это А вот теперь Говоря о животном мире К сожалению У нас не так много Времени остается Вот 4,6% Всего у нас Территории Составляет Всего лес Да Сегодня Вот за Дикорастущие леса Есть у нас Или же Может быть Я это Говорю так Уже Больше Довольно амбициозно Или же За всем Сегодня приходится Следить за всеми лесами Они все под контролем Говоря Что это Дикорастущий лес Но в любом случае Сегодня Человек Значит Ухаживает за этим Содержит Когда Простой обыватель Видит Значит Естественный лес Он думает Наверное Вот оно само по себе Растет Нет Сегодня Но оно само по себе Расло Приходится вмешиваться В некоторые процессы Что Во-первых Сегодня Немайерные нагрузки На природу Со стороны Человеческой деятельности Это что Экология меняется Леса Постоянно В таком В стрессовом состоянии То есть Негативное влияние Очень много негативного влияния Действия человека Оно отражается В виде Всяких Фитоэнтезаболеваний Значит Приходится Человеку лечить Лес Если вот Чтобы понятно было Второе Сегодня Нет места В лесу Где бы не ступала Нагадь человек Соответственно В общем-то Увеличились Или повышен Риск пожаров Оно и есть Не говоря о загрязнениях Которые оставляют После себя И поэтому Приходится создавать Целые структурные подразделения Которые сегодня Борются с Лесными пожарами И Они происходят Ежедневно Мы вот получаем Сводку Со всех концов Страны Поступает информация Диспетчерскую Где какие пожары И мы боремся И мы тушим Вот Результат Скажем Да Человекской деятельности А вообще 4 процента леса 4,5 4,6 Да если быть точнее Это Это же вообще Ничтожно мало Да конечно Если учитывать Площадь нашей страны Огромная Которая занимает Девятое место в мире 280 миллионов Да То 28 миллионов Около 28 миллионов Гектаров леса Это Совсем мало Да Но бог так распорядился Что у нас Бескрайние степи И понятное дело Это тоже Своебразный ландшафт И сегодня Конечно важно Чтобы мы леса Создавали вокруг Населенных пунктов Именно Вокруг населенных Хотя Сегодня В лесном хозяйстве В год мы Производим посадку На площади Около 70 тысяч Тар Для этого Функционирует Около 150 Питомных Где выращивается Более 200 миллионов Сенец И кто его знает Может быть мы с вами Когда-нибудь Через 30 Будем говорить Уже о 25-30% О нашей территории Большое вам спасибо Иерлану Рейд За то, что в наше время И пришли к нам Сегодня в студию Я хотел бы напомнить Нашим телезрителям О том, что сегодня В гостях А нашей студии был Вице-министр Сельского хозяйства Республики Ерлан Насанбаев Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова